Вот у кого в жизни было такое, что послушал что-то, посмотрел какой-то фильм, прочитал книгу, появилось столько вдохновения, чтобы пойти реализовать что-то глобальное, что-то масштабное, что-то великое, но проходит 2-3 дня, и этот энтузиазм угасает, и что-то происходит вдруг. Это происходит потому, что внутри человека начинают всплывать старые шаблоны поведения, старые программы жизни, его привычки, которые закоренились в уме. А ум наш, он такой, он сопротивляется новому, он по максимуму хочет держать нас в старом образе жизни, что ли. В наше сегодняшнее время очень-очень много возможностей к тому, чтобы научиться быстро эти программы старые нейтрализовывать, перепрограммировать свой ум, и его вообще нужно тренировать, как любые мышцы в теле, потому что ум – это тоже много-много-много нейронных связей, и нужно научиться создавать новые нейронные связи, которые будут приводить вас к лучшей жизни, жизни, которая будет намного красивей, намного интересней, чем вчера. Но человек должен приложить к этому чуть-чуть усилий и натренировать свое сознание на новые привычки. Привычки мышления, привычки выбора чего-то лучшего для себя в сознании, потому что то, что еще не родилось в вашем уме и в ваших мыслях, оно вряд ли проявится снаружи, поэтому надо закладывать эти семечки потихонечку-потихонечку, маленькими шажочками, не надо сразу дерево втыкать, можно семечку, а из нее вырастет однажды что-то великое. Главное – верить до конца. Я всем желаю всегда верить в свои мечты, никогда не останавливаться, и окружить себя людьми, которые в вас верят. В каждом человеке такой потенциал громадный. И иногда, я по себе знаю, очень важно встретить хотя бы одного человека на пути, который в вас так поверит, что у вас шансов не останется, что-то не реализовать, что вы можете. В моей жизни, слава богу, такие люди были, и они всегда стоят за моей спиной. Как покровители.